Доброе утро всем ребята, я Ваяда Лиди, смотрите еще ночь на улице, мы в масках здесь, это сейчас я нахожусь, буду идти на железнодорожный вокзал, идем на железнодорожный вокзал сейчас, видите в масках тут тишина, видите тишина, здесь полицейская машина стоит, не знаю видите вы, еще ночь у нас здесь, начало седьмого, вот машины здесь стоят, это ихний железнодорожный вокзал, немножко идет дождь, видите, иду на железнодорожный, что сниму, то сниму, может посмотрим что тут будет, может кому-то будет интересно, сейчас вот иду, такой, ну, такой, ага, видите он там получается, вот, истасион автобус, ой автобус, видите, еще ночь, 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 буду заходить, у нас тут контроль, наверное, и температуру будут, и документы, вот, сейчас заходить буду сюда, посмотрю, смогу ли снимать, покажу вам сегодня ночью, когда приеду домой, вот, зашла я, видите, на вокзал, на железнодорожный вокзал, смотрите какой красивый этот потолок, какой красивый, видите, да, железнодорожный вокзал, вот, ребята, сижу, жду, сижу, жду, видите, людей очень мало, практически никого, кроме полиции, здесь, наверное, пару человек, так странно, людей практически нету, контроль везде, и сейчас жду, короче, встретимся, может, сегодня что-то засниму, поездом не ездила, поэтому мне тоже будет интересно, засниму вам кое-что, скину, посмотрите, может, кому-то будет интересно, красавица, видите, поезд пришел, только не мой поезд, вот таким поездом буду я ехать, вот таким, это не мой еще поезд, ну, вот таким буду ехать, неудобно снимать, а ну, видите, какой нос, это такой поезд, Ренси, буду таким ехать, и таким буду ехать поездом, все тут закрыто, не подберешься, видите, вот, вот, ребята, еду я поездом, у него скорость, где-то до 300 км в час, очень удобный, расстояние между сиденьями очень удобное, очень удобно ехать, мне больше даже нравится, видите, летит как бешеный, страшно, ну, где-то по 300 км, автобусом бы я так ехала, наверное, часа 4 на Мадрида, а так за часу коровки, сильно быстро, поэтому, сами понимаете, что надо снять, конечно, в такой скорости, 300 км, ну, что, ребята, подъезжаем к Мадриду, не успела оглянуться, как уже в Мадриде, такая удобная вещь, ребята, ой, ребята, так замучилась я с этой маской, вышла на улицу немножко дыхнуть, я не представляю целый день маски, нельзя снимать, но везде такой контроль, ужас какой-то, конечно, в этой маске, меня подруга зовет, ребята, ждем поезда на станции, смотрите, хочу вам показать, какие красивые высотники, это офисы, видите, какие красивые, это внизу машины, стоянка, скина разрисованная, красивая, видите, вот мы сейчас будем идти уже, наверное, проходить контроль, моя подружка пошла посмотреть косметику, а я вам покажу, вот на Новый год, на Рождество, у них тут продают лотереи, вот видите, какая афиша лотереи, вот покупают, испанцы любят сильно играть в лотереи, на Рождество, вот ребята, я в поезде, тихонько говорю, потому что здесь тихо, здесь люди, каждый сидит, если выйти, я вам сейчас покажу, не вместе, вот когда, туда мы ехали, вернее сюда, в Мадрид ехали, нам давали, ей для рук, сейчас я вам покажу, смотрите, я уже в поезде, там он, видите, показывает дорогу, вот такой нам ей не давали, для рук, на алкоголе он, туда ехали, вернее, обратно едем, то же самое, дают ель, чтобы руки, все в масках, если вы заметите, вот четыре сиденья, я сижу одна, рядышком никто не сидит, так что мы едем, мы домой, видите, очень удобный, смотрите, вот, какое расстояние, ног нужно, лежать, очень удобный поезд, лучше мне кажется, чем в машине, в общем, все мы сделали, с подругой, слава Богу, сейчас буду возвращаться домой, там меня уже муж встретит машиной, вот встретил меня муж, мы едем домой, видите, какое небо, вот, вот видите, поля, как я вам говорила, посеянные, там и машина едет, домой уже, по дороге, такая дорога, как идешь на карты, а, Санти говорит, а там вот, видите, там далеко-далеко, где, деревья, говорит, это тюрьма, ну, вот, вот мы по дороге, едем домой, смотрите, видите, ветряки, у них много ветряков, там и едем домой, ветряки, очень, очень много ветряков, вот такие, мы далеко от них, подъезжают. вот видите, подъезжают, когда не стоят какие, ветряки, сейчас будут подъезжать, Это, наверное, сейчас. Дальше. Вы видите, которые закрывают и не прощаются. Да, вообще, поблизости будут. Видите, тряк-куф. Много у них тряк-куф здесь энергии. Все увидите, да. Машины нарызают. Вот как я вам говорила, здесь видите зону, где я живу. Это вот видите в основном. Видите, вот поля у них в основном, поля, вот рядышком как раз мы проезжаем, уже мы полпути проехали, а это получается, видите, вот рядышком, да, и заканчивается, вот видите, вот тут. Солнышко, в принципе, еще полпути нам. Вот мы спускаемся, вот видите, вроде как лесочек. Это для нас удивление, конечно, в нашей зоне, у нас в основном поля, ну вот это у нас такой спуск, вот такой еще лес такой. Так, спускаемся, сейчас будем подъезжать. Такой городишко небольшой, там всего, по-моему, пять тысяч жителей, но он такой старинный, очень много в нем достопримечательностей. У них очень, там церковь очень такая старинная, у них там всегда на Пасху идут, вот он, если вы увидите, вот побежали, небольшой, но очень старинный. Тут на Пасху они у них проходят мероприятия, ходят, вот как вы видели по телевизору, у них в этих вот капюшонах, носят Хисуса, ну в общем праздники здесь проходят. Если сейчас вот подъезжать, вот что видите, так, сдалека, такой вот костел, наверное, еще не видно вам, но мы как раз подъезжаем, сейчас я вам покажу. Решила просто вот, сегодня я ничего не делала, встала в пол пятого утра, выехали очень рано, то была в Мадриде по делам, нужно было в консульство, вот поэтому с подругой мы ездили, и вот сейчас едем домой уже, с какое время, уже очень много времени, уже пол пути домой, вот это вот, вот на этой стороне справа, это мясокомбинат, здесь такой запах всегда ужасный. Матадыруси, мой ну, вот, всегда ужасный запах. Ну, сейчас съезжаем в небольшой такой исторический городишку, мы его проезжаем так, немножко, правда, с машины не очень, конечно, удобно снимать. Я, может быть, в Мадриде, я же, в принципе, там, ну, что там в том Мадриде, в Мадриде проездом, как говорится, туда и обратно, потому что сейчас карантин, очень серьезное дело с карантином, поэтому, сами понимаете. А что могла, то сняла, вам покажу. Вот, может, кому-то интересно, я, например, сама люблю смотреть, вот я и Свету смотрю, если она там снимает магазин, что-то ей там ищу своих друзей, которые снимают, мне интересно там, поэтому, сесть в Агрованку. Ну, вот, сейчас вот мы въезжаем в этот городишку, вот, если вы видите, костел он отсюда будет виден, увидите, да, уже, наверное, видно. Тоже очень красивый в средине, вот, он небольшой. Ну, в нем так все, в принципе, и магазинчики, и бары, и рестораны, в принципе, что надо, все, школы, все есть. Вот, мы сейчас заезжаем, Медина-де-Рио-Шейхо называется. Так что, полпути нам еще, ну, минут, наверное, двадцать нам еще до дома. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Вот с правой стороны, вот видите, он костел виден, там, если вы видите. А здесь вот, я проезжаю, вот, это парк у них, парк, вот здесь вот, разные развлечения, вот, и музыка там у них, и бар. В общем, как так, на машине, сами понимаете, не сильно снимешь, это не ходить, понимаете сами. Ходить одно дело. Так, я вам, Дина, дарю шейхо. Вот, паровозик, видите, ну, вот мы заезжаем, вот так, я вам покажу, вот так. И allí, пляжа, да, там вот, там у них вот это проводят, это базар. А где? В той пaredке, из-за, 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 из-за. Вот такое, тор, тор, ну, корида, корида, у корида, да. У корида, корида. Но корида, но корида. Это, такие, квартирки. Вот, что еще тут. Если так вот лучше, может показать, вот, да, вот оно, захват лучше. Наверное, по дороге лучше, так. Ну, такое вот. Городишко, небольшое, но историческое, то есть, очень старое. Вот здесь, Саша, по три гонки. Да. Вот так вот. С правой стороны сейчас будем проезжать канал. Это вообще еще... Нет, нет, людей практически на улице, машины. Сейчас, да, в основном по гадкам. Вот с правой стороны у них красивый канал. Канал у них. Вот сейчас как раз мы на красном свету остановились. Не знаю, увидите ли его или нет. Вот там вот у них будем проезжать. Красный свет. У них с правой стороны канал. Он тоже очень исторический. Очень... Но вот этот вот канал сами вручную рыли, когда при Франко еще, чтобы за зерном ездить, именно по воде, сами испанцы рыли вручную, да. Мы не можем туда мы проездом. Вот сейчас, если вы видите... Санть, я ну не кори танто. Вот видите Калал, вот-вот и вы посмотрите канал, если вы видите, конечно. Потому что на машине, конечно, снимать не годится. Ну, тем не менее, то, что получается. И ходил здесь... Ну, в общем-то, в принципе, мы сейчас уже выезжаем. И едем, в принципе, домой. Санть, я не кая. Ну, вот видите, покажу вам еще. Едем домой. Фисташки здесь, да, вот. Ну, это хозяин, наверное, выращивает. Я не знаю, сколько лет он посадил. Да, вот это вот сейчас я вам покажу. Вот это, видите, это фисташки. Полив у них там, по-моему, капельный стоит фисташки, да. Много деревьев насаженные. Ну, вот так вот я вам покажу. Видите, вот видите, это. Как вот, если вы смотрите, видите, вот вам та зона, где я живу. У нас вообще здесь... Ну, и небо, и что вы... Да. Хорошо. Хорошо. Хорошо, кстати. Ну, вот так вот, уже недалеко мы от своего села. Вот мы уже немножко осталось совсем, подъезжаем к своему селу. Хотела вам показать, в какой зоне живу я. То есть, смотрите, вот поля, да, вот как я вам говорила. Вот это вот, когда-то я готовила голубей и вам рассказывала за голубятник. Вот, смотрите, стоит голубятник, видите. Это голубятник, видите, вот оно. Когда-то я вам рассказывала. Ну, вот сейчас мы едем по дороге в мое село, в Северовал. Еду в мое село. Видите, как видите, здесь живут землевладельцы, то есть земледельцы, которые занимаются землевладельцами. Видите, вот там где-то вот церковь, солома. Солома. Вот это вот трасса и, видите, поля. То есть, везде продают. А вот люди, люди, видите, вот смотрю, ходят по дороге, гуляют тоже. Это села, в село ходят пешком, вот, гуляют. Это, по-моему, две женщины, да. Это две женщины, по-моему, даже с нашего села гуляют. Ну, вот наше село тоже небольшое, жителей мало. Уже начинает, смотрю, сходить зелененькое. Вот кто посеял овес, там пшениц уже сходит, видите. Земля глинистая. Вот еще одни гуляют тоже по дороге, видите. Подъезжаем к своему селу. Здесь у нас тоже земля есть, по-моему, две даже, да. Ну, вот так вот, как делал природу практически. Вот моя видница, видите, церковь. У нас очень церковь красивая снаружи, в середине. У нас есть графский дворец. Есть до предмечательности. Я вот как-то выберусь, я вам покажу, погуляю вместе с вами и покажу. Вот там вот, да, наш колхоз. Вот видите, там с левой стороны от меня, да, вот там колхоз. Там мой муж держал, еще раньше были коровы. Коровы, у него было 300 коров когда-то. То есть, да, колхоз. Вот, там, может, не увидели. Поэтому сейчас мы въезжаем в село наше, это церковь. В середине она очень красивая. Вот, вот видите, люди гуляют. Вот, вот, вот это церковь наша. Да, по-другому, по-другому. Ага. Тоже, видите, въезжаем, это мое село. Видите? Ну, ну, Аси, 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 Аси. Вот, видите, смотрите, какая. Садь, специально вам разворачиваю, чтобы мы увидели. Это церковь, звонари. Тут, в общем, красиво очень. Церковь. Сейчас церковь, Санте. А где мы? А где? На колхоз? А, ну, Санте поехал другой дорогой, показать у нас наш колхоз. Ну, уже у нас коров давно нету. Я у них застала, практически застала. Уже где-то у них 45 было, когда была вся семья, как говорится, в сборе, то была у них. Видите, это все. Ой, солнце так светит. В глаза. Ну, вот, видите, здесь были когда-то очень много коров. Это наше хозяйство. Вот, вот, коровник. Ну, ну, вам уж поя. Это коровник, видите. Это все наше. Раньше было очень много коров. Здесь коровник наш, как говорится. Видите, это все наше. Сейчас там ничего нет. Никакого хозяйства. Только... Вот, теперь... Теперь сейчас вот переезжаем дорогу, въезжаем. То есть, ну, коры тонься сиху. Вот это... Вот это вот наш бар. Видите, он формы голубятника. Это бар. Видите, сей, сей. Это вот наше село. А вот, смотрите, какая красивая. Вот это люди купили. Очень красивая. Это была когда-то церковь. Купили люди, здесь живут. Смотрите, как расстроили своими руками. Это красиво, конечно. Очень сейчас я вытащу. Сюда телефон. Видите, как красиво. Церковь сделали. Это наши. Это наша там вот спальничка. Прием врача. Ну, это Санти просто везет своего друга домой. В принципе, больше нечего показывать. Есть, что показывать. Только мы не на этом пути. Ну, в принципе, покажу, что есть. А вот это вот сейчас, то, что я вам говорила, это графское поместье. Оно все было с камня. Но купили его и зачем-то покрасили в мексиканском стиле в розовый. Ну, спортили, можно сказать. Понимаете? Смотрите, смотрите, взяли. Тирай сами пураки, пожалуйста. Франтина, пойдите и... Я говорю, я пураки пураки, а беру, а проведу. Вот, это вот сбоку, да. Он был с камня. Взяли его в розовый цвет. Цвет покрасили. Вот красивый. Санти, я не был. Я не был. Я не был. Я не был. Потому что, Флорентина, я не был. Если я буду снимать видео, пожалуйста. Смотрите, какое красивое. Вот это какие-то испанцы еще. Цыгане. Видите, вот. Ну, это я когда выйду, видите, это красивая. А я когда выйду как-то гулять, я вам покажу все. Машиной, конечно, это не те съемки, ребята. Ну, все. Ребята, наконец я дома. Боже мой, какая радость. Наконец я сняла эту маску. Это ужасно. Целый день у маски. Это кошмар. Ну, ничего, выдержали. Ездили с подружкой. Консульство нужно было. У нас была встреча продлевать, то есть сделать паспорт. Уже просрочился, поэтому нужно было ехать. Вот, поэтому там я вам покажу, что я засняла. Естественно, это в поезде, естественно, это в машине. Может что-то не так, может понравится, посмотреть, кому-то будет интересно. Вот, что вам сказать. Очень грустные все в этих масках. Все это как-то грустно. Людей не много. Обычно кишит людей. Это Мадрид, вы сами понимаете. Людей мало. Даже вот в вагоне. Я в вагоне, наверное, человек, наверное, пять было. И то там сидит, там сидит один. Вместе не сидят. Вот, и вы знаете, что ехали назад, видно, вагон обработали чем-то. Ужасно пекли глаза. Не знаю, чем они обработали. Немножко меня сыпануло, я смотрю на лице. Видно, какое-то средство обрабатывают. Ну, и постоянно руки. Везде на каждом углу. Везде в каждом стоят такие на гель такой, на алкоголе 70-80%. И вот это постоянно руки, и прям заставляет. Заходишь в магазин, там, руки, руки, чтобы руки смазывали. В общем, так что я счастливая, что, наконец, уставшая. Как не знаю, что. Не знаю. Так что, ребята, я вас всех люблю. Будьте здоровеньки. Самое главное, быть здоровым. Пока всем, пока. Продолжение следует...